так друзья всем привет у нас сегодня суббота рабочий что мы делаем в субботу значит смотрите мы потратили только что еще даже липнуть эти двери я их разобрал перебрал полностью внизу подгнивало я короче отремонтируем металл набил сделал три навеса вот такую вот защелку это я готовлю на на щелевые полы этот царап и думаю пока солнышко покрашу и и будет это на короба не хватило сюда краски это уже последнюю дверь эту красили так что эту отремонтировали где будут щелевые полы также отремонтировали и покрасили вот эту вот две то же самое красотища краска полбанки было такой как на вагоне сиреневый только какой и полбанки серый я все вместе слесал получилась целая банка и покрасили также сейчас отвечу на вопрос насчет хряка почему я его отдал не продал не оставил себе не скастрировал не убрал на мясо не закоптили и так дальше и покрасили те две двери он на том сарае ну пойдем по камеру просто пока погода я так подумал солнышко и жена дома так вы вместе эту все это уже с утра и здесь тоже покрасили на больничке тут покрашена и покрасили а окна решили покрасить другим цветом куплю потом краску и покрашу окна другими цветами или белыми каким-то светло-серым что-то такое ну короче все все двери покрашены видите вагон чуть темнее получается и ярче чем эти это развелись серые такой цвет получил друзья покрасили почистил внутреннюю часть тачки и покрасил тачку сильно сгнивает от навоза вот этой мочи вот короче от этих солей всех сгнивает именно цинковка сначала в корыте а потом полностью сгнивает и думаю чтоб на зиму еще поработало тоже почистили покрасили чтоб не так гнило это что касается тачки насчет этого сарая который я буду делать на щелевых полах я вам скажу так сейчас я буквально там еще какое-то время может неделька может две доделаю все свои необходимые недоделки то есть освещение в новом сарае и вытяжки в металл весь обшить и поставить туда козырьки и внутреннюю часть утеплить с алюминиевым или фольгой алюминиевой или отражателем или оцинковку внутри сделать этот сам дымать дым ну вытяжки ход и что-то надо придумать вот это все доделаю освещение и вытяжки и уже перехожу сюда тут я ничего пока не делал ну так как я говорил сначала разберем потолок чтоб крышу сделать это все демонтируем это пойдет на отопление нового сарая туда на дрова и начал потихоньку копать заливать ну и делать щелевой пол мне не к успеху поэтому я хочу все это делать так я уже не дергался ничего и пришел сюда спокойной душой знать что мне ничего не надо вот занимается и все просто это у меня проект как бы зимний будет сейчас туда-сюда похолодает главное выкопать а там потом тут можно и обогревать потом и работать то есть тут будет нормально и также насчет хряка что я взял хряка вот ты взял хряка отдал и что тебе там дали двух поросят они по полторы тысячи ну во первых они про поросят продают по две тысячи ривен у них нет своего канала и поросят у них разбирает он аматор уже видите уже катается аматор у нас немного обдрестался сегодня а свинка ну мы думали ахтырчанка ну жена говорит давай вера окну как хозяйка я говорила в честь неё типа вера аматор уже работает уже пробует работать прыгает и зачем я взял такого таких поросят ну во первых мне надо кабанчик для запаха он видите в аматора вся задница обделан кабанчик для запаха это раз покрывать я могу если мне надо кого-то кем-то покрыть породистым одной породы я покрою искусственно это не проблема мне надо сам кабанчик для стресса гона и для запаха но этот кабанчик петрен макстер он хороший будет даже на покрыть свинку на поросят на откорм отличный вариант будет то что надо сейчас они нормально там день-два более-менее уже придут себя стресс пройдет поносы тоже пройдут я его проколол все нормально еще вчера и вчера этой группе аматор вот этой обрезали хвосты так что наши теперь аматоры без хвостов купировали вчера хвостов и все нормально прошло нигде ничего не даже и не пикнули они не поняли что происходит корм едят хорошо я тут каждый день час вечером подтапливаю на ночь растапливаю им тут тепло сейчас они немного освоятся и будут все нормально да аматор аматор хорошо поглядно обделался аматор это хорошие будут на ногах не низкие то мне писали что на ногах и макстер низковатый ну и петрен есть низковатая за в основном они низкие но у меня каштан высокий эти не низкие на ногах и невысокий ну то есть средний вариант пойдет на хречка будет то что надо он немного сейчас формы поднаберет нормально сейчас успокоиться это шо он только сутки прошли как он приехал конечно им сколько дороги другая вода другой корм по-любому будет понос это я даже как бы это я и знал что так будет но все нормально я панику в этих случаях не сажу знаю что делать поэтому как бы ничего страшного а свиноматка мне нужно для дальнейшего допустим аматор будет 23 года а свиноматка может быть дальше покрою любым хряком и оставить себе кабанчика на левых кровей а тем кабанчиком крыть уже всех своих свинок вот только для этого насчет насчет хряка вот зачем ты отдал хряка типа так дешево я в августе видео снимал про там кряка там было сначала хотел шесть тысяч гривен а потом хотел четыре тысячи гривен и люди позвонили еще в начале августа сказали или в середине августа что мы заберем конце сентября и забрали нет то есть я не горю желанием его кастрировать откаживать потом это мясо продавать или коптить и переживать как оно там воняет не воняет кряком то есть этим я заниматься не хочу видеть этого не хочу каштана кастрировать не даже я кому из наших не скажу что может скастрировать никто не хочет даже связываться мы отдали пускай он работает пускай покрывает и чтоб были от него хорошие еще поросята хорошие потом они сказали если он будет работать нормально то пока не буду всего кастрировать он еще не здоровый хряк нормальный просто что у меня все его все свиноматки почти все свиноматки его дети ну куда мне ним крыть но это ж морал поэтому я взял аматора по трен мастер нормальный будет кабанчик неплохой я дело в том что видел их свиноматок когда мы договаривались они мне скидывали фотографии свиноматок чем покрывали что этот все мне подошло все устроило я и рассчитывал что будут такие поросята это хорошая нормальная поросята кабанчик будет гибридик и гибрид хороших пород петрен и мастер ну грубо говоря в макстере тоже есть часть петлена ну поэтому поросята на том должны быть супер-пупер и также насчет наших поросят все друзья итальянец так и не объявился итальянца итальянец мне так и не написал ничего всю поросят уже я продавать этих не буду уже октябрь месяц вот им сколько месяц и 10 дней ну вес у них я вам скажу на месяц и 10 дней прилично вес очень хороший кто-то уже кто-то из них кабачок кто-то из них пятачок что-то что-то короче ну это все поросята на корм ну мы по-любому их весим уши садеют рождение вот через 20 дней будет 60 дней грубо говоря и мы их весим узнать какой же вес в 60 дней от рождения это свиноматка получается петре бюро ну как тут и тренд покрытый дырком вот поросята самые нормальные поросята на откорм вот это по-моему ого пятачок кабачок кабачок а то пятачок а вахматый катачок тут короче свои названия у них ну тут никого не будем оставлять не на свиноматку ничего себе на откорм это сейчас эти на откорм я в два месяца уже их переведу в новый сарай в большой и сейчас через через две недели забирать там до 16 16 через две недели забирать тех поросяту анфисы и тоже их сюда и в два месяца переведем потом вот для этого я и отдал каштана и взял себе хорошего табанчика на на племя и погонять свиноматок для запаха и если там допустим не успевают семя дозой не успеваю взять там или еще что-то или нету или то всякие причины бывают таком покрыла не заморачивайся поросята от такого света будут хорошие на откорм данные показатели у них хорошие поэтому сами поросята как откормочный вариант будет исключительно и также в будущем можно ним покрывать этим кабачиком свиноматок f1 кабачик быстро подойдет я думаю за полгода уже будет работать и можно даже покрывать и потом в будущем и своих это что был на выходе трех породный гибрид для от корма вот зачем я и все это сделал потому что каштан это родственник моих свиноматок папа поэтому я его отдал мне не туда не сюда вот так друзья тут а я каждый каждый вечер подтапливаю потому что ночью бывает даже ноль и бывает даже минус чуть-чуть растопил вот таких этого это еще саня пилял пенечков из абрикосы накидал на ночью почти до утра туда ташкент это дверь открыли потому что ну чтоб краска не воняло и пока краски все занимаемся таки он проиграл уже этот томатах аматора понос ну ничего я думаю нормально все будет сама воду пьют и едят а то все такое свинка конечно вера побольше аматора ну аматор по-любому не кастрированы будут медленнее в росте не кастрированные чуть дольше растут чем кастрированы но вчера им хвосты купировали даже не пикнули они не поняли что хвосты купировали жена говорит они даже хрюкают не так как наши мы своих заях как хрюкают а эти не так ну и не кричат тут сами и сильно там не пищат не кричат нигде ничего да аматор аматор деки боишься вот видно что на кашах наверно сидим молочко каши это там же ж коровы а тут представьте стартов вот так друзья так что заниматься будем дальше сейчас буду готовить корма на крупоружке перебивать все необходимые мне корма и буду мешать предстарты стартов поросята они на одном корме шоэти шо те у им надо сейчас на готовить и также в больничке тоже нормально эти два оставшихся что в больничке тоже нормальные нормально пошли поросята так что друзья то зачем я там каштана потому что мне не надо у меня теперь есть вообще левых кровей и свитка и кабанчик итальянцы вес набирают ого-го итальянцы что-то пошли ну хорошо пошли дай бог что так и продолжалось скоро им конечно кормушки не будут хватать ну и мы сейчас туда-сюда идти переведу большой сарай там на готовлю и в клетку аду именно под итальянца в эту клетку вторую клетку под эти конфисы на их а третью клетку потом какую-то выделю для аматоров группа моторов там будет той клетки аматоры в окно я эти все сюда 5 маленьких и так что друзья всем спасибо за внимание всем пока удачи